Старшеклассники из Айдаркена выступили с новой инициативой по укреплению связи с местными властями. По крайней мере, они собираются открыть медиа-центр. Тахмина Дженышбек-Кызы – одна от тех, кто выступил с такой инициативой. Подготовка к открытию центра идёт полным ходом. «В этом центре мы будем говорить о проблемах молодёжи, кроме того, напрямую обращаться в мэрию с предложениями. А информировать молодёжь нашего города о проделанной с мэрией работе мы будем через анонсы в социальных сетях». Одной из самых больших проблем молодёжи стало отсутствие инфраструктуры и условий в городе, на которые не обращали внимания в течение 29 лет. Однако им удалось собрать средства в рамках небольшого проекта, на который ремонтируют старую кольцевую дорогу и превращают её в парк. «У нас есть статус города Айдаркен, но отдыхать негде. Опросив молодёжь, мы поняли, что им хотелось бы такого места, где можно будет отдохнуть, погулять и подышать свежим воздухом. Вот почему мы собираемся переделать эту старую кольцевую дорогу, а также другие соцобъекты». Также планируется открыть в городе современную библиотеку. В целом, международные организации поддержали проекты для реализации этих инициатив. «В нашем городе есть библиотека, но она в аварийном состоянии, поэтому мы решили открыть новую. Сейчас в школьных библиотеках есть книги советских времён. Однако молодёжь неохотно интересуется ими. Их больше интересует ведение бизнеса и другое». Учащиеся трёх школ проявили инициативу и выиграли мини-проекты на общую сумму около 1,3 миллионов сомов. Мэрия Айдаркена поддерживает открытие библиотеки и медиа-центра, а также вносит свой вклад в развитие инфраструктуры города. В честь 29-летия независимости страны уделено внимание инфраструктуре Айдаркена, а заасфальтировано около 4 километров улиц. При этом будут установлены уличные фонари и скамейки. Старые деревья уберут и посадят новые.